ДИАЛОГ Александрович Макушенко, начальник управления Государственной автомобильной инспекцией милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1977 году в населенном пункте Азераны Житковичского района Гомельской области. В 1998 году получил высшее образование по специальности правоведения, окончив Академию МВД Республики Беларусь. В 2011 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 2015 году магистратуру Белгута по специальности «Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами». Начинал свою служебную деятельность в органах внутренних дел следователем ОВД администрации Центрального района Гомеля. С марта 1999 года служил на различных должностях в госавтоинспекции. Прошел путь от рядового инспектора ДПС до заместителя начальника управления Государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облсполкома. С 16 марта 2010 года является главным государственным автомобильным инспектором по Гомельской области. В декабре 2015 года Игорю Макушенко присвоено звание полковника милиции. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Вначале хотел бы вас поздравить с прошедшим днем защитника Отечества и пожелать, чтобы мужество и отвагу мы проявляли только в мирное время. Ну и начнем наш с вами разговор с основного вопроса. Какое количество автотранспорта зарегистрировано сегодня в Гомельской области? Согласно учетам в регистрации транспортных средств на территорию нашей области, зарегистрировано более 500 тысяч единиц транспортных средств. Из них это легкового транспорта 388 тысяч, грузового более 71 тысячи, ну и мотоциклов это более 60 тысяч, из них только 5 тысяч мотоциклов иностранного производства. То есть можно сказать, что каждый четвертый житель Гомельской области является владельцем автотранспорта. Насколько это много, мало, как вот оценить эту цифру? Если рассмотреть прирост транспортных средств на территории Гомельской области, то прирост составил 35%, это за последние 10 лет. В абсолютной цифре это более 140 тысяч единиц. Только в городе Гомеле прирост составил 52 тысячи единиц. И на сегодняшний день мы можем посмотреть другие территории, это другие областные центры. Мы среди других областей вылетим на втором месте по зарегистрированным единицам транспортных средств. Особенно прирост транспорта у нас был в 2014-2015 году, когда население Гомельской области приобретало в соседней нашей стране Российской Федерации транспортных средств. И регистрировало у нас в некоторых семьях по 2-3 единицы. Вы сказали, что по количеству зарегистрированного автотранспорта мы занимаем второе место в стране. Но насколько я знаю, по количеству дорожно-транспортных происшествий и погибших, и раненых во время них, мы где-то идем третьими-четвертыми. То есть, как вы оцениваете эти цифры? О чем это говорит? Что у нас более дисциплинированные водители, они меньше нарушают? Или у нас более качественно работает госавтоинспекция? Как ваш комментарий? Я хочу сказать, что на протяжении последних 5 лет дорожно-транспортные происшествия сокращаются. И погибших, и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Не хочу сказать, что работает госавтоинспекция, и это наша заслуга. Это заслуга в первую очередь и общественности, и ведомств, предприятий, в том числе и средств массовой информации. Потому что мы все вместе доводим до населения профилактику несовершения дорожно-транспортных происшествий, профилактику вопросов нарушения правил дорожного движения. Это все ведет к уровню сокращения дорожно-транспортных происшествий. То же самое и внедрение инженерных мероприятий по организации дорожного движения. Но об этом мы поговорим чуть позже, более развернуто. Пока у нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать нашего телезрителя. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Гомель Сергей Александрович. Вот я слышал, что улица Богдана Хмельницкого ожидает реконструкция аналогично, как улица Барыкина, расширение. Хотелось, чтобы вы подтвердили или опровергнули вот такую информацию. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что по улице Богдана Хмельницкого проект имеется, но расширения улицы Богдана Хмельницкого не будет. Только Богдана Хмельницкая-Полесская будет в составе проекта рассматриваться кольцевое движение. Спасибо. Являются ли безопасными дороги Гомельской области? С таким вопросом гомельчанам обратились наши корреспонденты. Давайте посмотрим опрос. Все, конечно, относительно, но я бы не сказала, что у нас становится лучше. Что-то лучшее становится. Что-то в упадок приходит, особенно какие-то территории, которые как бы никто не отвечает. Где-то придомовые территории. Вот с этим проблема. А культура вождения? Пока что на низком уровне сама, как водитель. Знаю, что не очень. Дороги страшные у нас. По ним опасно ездить. Из-за качества дорог? Конечно. Ну, то, что водители не все аккуратные и соблюдают правила, это само собой. Но и дороги у нас тоже некачественные. Ну, по городу, может, они еще более-менее безопасные, а если за город выехать, то там ужасные ямы почти везде. Пешеходы нарушают тоже, и водители другие разные. Вот так и бывает. Это дорога. А по качеству дорог? Нормально. Дороги у нас хорошие. Я понимаю так. Безопасность – это не только отсутствие аварий, статистика, уменьшение статистики. Но и это, прежде всего, устранение причин, которые порождали бы эти. Поэтому вот эти мероприятия и по односторонним движениям на этих улицах в центре, разгрузка, эти стоянки, это, я считаю, это очень помогает здорово. Дороги. Ну, дороги, правда, я бы сказал, что все-таки города, основные трассы, вот, республиканские во все стороны, которые идут, они хорошие. Ну, а дальше уже внутрь, если заглянуть в глубинку туда, по направлению к деревням, к дачным поселкам, это, конечно, ужасное состояние. И оно влияет, безусловно, на безопасность движения. Когда на пешеходном переходе обращаю внимание на недостаточно грамотных водителей, которые не всегда пропускают пешехода. Что касается школ, дети стали более грамотные, им тоже постоянно проводится профилактика, разъясняется, как правильно переходить дорогу. Меньше аварий из-за этого, меньше дети попадают под колеса машины. Ну, я думаю, что становится безопаснее. Более культурное воздействие стало, хотя вечерами пробки большие по городу. Это из-за чего? Ну, я не знаю, как вам сказать. Может, потому что много машин стало. Люди покупают, были, может, лучше жить стали. Игорь Александрович, ну, вот разные вопросы поднимались, разные темы затрагивались. Как вы бы прокомментировали то, что говорили гобельчане? Ну, то, что касается ямочности. Да, после зимы, зима у нас заканчивается, после зимнего содержания имеются факты, когда возникает на уличной дорожной сети ямочность. Сотрудники госавтоинспекции все вопросы отслеживают, выносят представление дорожно-коммунальным службам на устранение недостатков. Я могу привести пример автодороги М-10, где действительно появилась ямочность буквально 2-3 недели назад. Но дорожные службы, именно автодор, ежедневно 5-6 бригад направляют на устранение ямочности. Буквально в марте месяце, как говорят, заведутся заводы асфальтобетонные, и эта работа будет продолжена. Мы на особом контроле этот вопрос держим, потому что если мы в течение 2-3 недель не устраним ямочность, то дорога, как говорят в народе, просто-напросто посыплется. То, что касается парковок в дворовых территориях. Да, есть проблемы, но эти проблемы решаются. Только в 2015 году органами и властями, горосполкомом, было в центре города устроено более 1000 парковочных мест. Эта работа продолжится и в 2015 году. План мероприятий, который мы внесли в горосполком свои мероприятия, они одобрены горосполкомом и решением горосполкома внесены в решение горосполкома, где будут реализованы. Но, конечно, если будет выделяться финансирование. Но, тем не менее, мы эти все вопросы смотрим, отслеживаем и принимаем меры в соответствии с нашими нормативными документами. А если можно уточнить, о каких может быть районах города идет речь, когда мы говорим о новых парковочных местах? Я могу привести пример спальные наши районы. Конечно же, в составе проектов, когда строится дом, рассчитываются и парковочные места. Но наше население, наши граждане хотят возле дома каждый поставить на ночь свой автомобиль. Мы анализировали и доводили до сведения органов власти, что во всех районах города Гомель имеются платные стоянки. Но в ночное время на платных стоянках паркуются 10-15 автомобилей. То есть, они свободные. Народ не едет и не ставит машины там, где им положено. А все хотят возле дома. Вот я могу судить по тому месту, где я проживаю. Да, на стоянке в основном стоят грузовые автомобили, легковых там крайне мало. Но при этом водители паркуют свои машины прямо на выходе из подъезда, что, в общем-то, противоречит правилам дорожного движения. То есть, финалей. Как там наказываются эти водители? То есть, может быть, стоит немножко финансово людей повоспитывать? Конечно же. И в сутки сотрудники МГИ, только в городе Гомель, я беру за город Гомель, в сутки 12-15 единиц транспортных средств эвакуются на штрафную стоянку. Кроме этого, привлечение к административной ответственности за нарушение права дорожного движения, то, что паркуются вблизи подъезда, где это и есть нарушение права дорожного движения. Привлекаться к административной ответственности. У нас даже имеются такие факты, когда паркуются на парковочных местах для инвалидов. Этот вопрос мы отслеживаем и ежесуточно тоже в городе по 5-6 водителей привлекаем к административной ответственности. Потому что эти вопросы, ну, действительно, для инвалида приехать даже к магазину и идти за 15-20 метров, если есть парковочное место. Спасибо, Игорь Александрович. У нас очередной звонок от телезрителя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Игорь Александрович, такой вопрос. Я проживаю по улице Восточной, зовут меня Евгений Александрович. Да, говорите. Значит, у нас в прошлом году началась плановая замена электросетей в районе, в Апилецком. Значит, на сегодняшний день мы уже второй месяц находимся, в общем-то, в таком аварийном ситуации, что у нас нет освещения вообще на улице никакого. Полная тьма. Помимо всего остального, в начале улицы существует огромное болото, огромная яма, заложенная старыми покрышками и всем остальным. И получается, пешеходных дорожек нет, дети идут со школы, машины едут, объезжают эту яму по заборам, по чем-то угодно ее объехать. В прошлом году обращались в администрацию Новобелевского района, ну, сказали, что по поводу этой лужи, в общем-то, вы обращаетесь в дорожно-строительный трест. В дорожно-строительный трест отправили еще там куда-то дальше. Но сегодня вообще освещения нету второй месяц. И ситуация, ну, достаточно аварийная создается. То есть я сам водитель, и прежде чем проехать по этой луже, я смотрю, чтобы нигде там за деревьями не стояли дети, которые прыгают через эту лужу в том числе. То есть, ну, как с каким... А лужа существует уже годами это, хотя улица вся заасфальтирована, но здесь вот кусочек когда-то прокладывали телефонную связь там, и все. И на этом организовалась эта канава, и до сих пор она существует. Спасибо. Вопрос понятен. Игорь Савч, можете как-то прокомментировать? Да, мы однозначно завтра с утра даже выйдем, проведем обследование этого участка, определим, чья это дорога, кому принадлежность это уличной дорожной сети. То же самое по освещению посмотрим и примем меры к ответственным лицам, которые должны этот вопрос. Ну, всем понимаем, что финансирование это основное, то, что возможно сделать, конечно, и по освещению, и то, что там по дороге, по уличной дорожной сети, мы примем меры и проинформируем письменно гражданина. Игорь Александрович, давайте перейдем от частного к общему. Понятно, что то, что вы будете... тем, чем вы будете заниматься завтра, послезавтра, это решение локальных задач глобально. На ближайшие 5-10 лет, как вы сами для себя, как специалисты, определяете те направления в работе, которые требуют усовершенствования или улучшения ситуации на дорогах области? Да, для сотрудников господинспекции мы определили первостепенные задачи для того, чтобы, в первую очередь, сократить уровень аварийности на наших автодорогах, сократить уровень погибших в происшествиях. А вот за счет чего? В первую очередь, это работа на профилактику совершения дорожно-транспортных происшествий, это пропаганда безопасности дорожного движения, это культура вождения водителями. И призываю всех водителей действительно относиться и взаимопонимание между водителями и пешеходами должно быть. Кроме этого, мы хотим, чтобы все ведомства и организации, и средства массовой информации включались в работу профилактики дорожно-транспортного травматизма. И, конечно же, в этом году для сотрудников ГАИ Гомельщины поставили для себя задачу, чтобы было меньше сократить погибших в дорожно-транспортных происшествиях, менее 100. Да. Это задача выполнимая, ну и мы добьемся этой, безусловно. Давайте, может, освежим немножко цифры, менее 100, то есть по итогам 2015 года какая была цифра? В 2015 году у нас на наших дорогах погибло 103 человека. Это, конечно же, меньше, чем в 2014 году на 14 погибших в происшествиях, либо в 14,8%. Ну а в 2016 году вот такую задачу для себя сотрудники ГАИ поставили. А если проанализировать срез вот этих происшествий, которые приводят к гибели людей, как правило, из-за чего это происходит? То есть кто виноват? В первую очередь, мы анализируем все дорожно-транспортные происшествия, где погибают, либо получают ранения. Первое, что мы видим, это превышение скоростного режима. Первая причина дорожно-транспортных происшествий. Потом идет это нетрезвое состояние. Ну и третья причина – это управление транспортным средством, не имея права управления. Вот эти три направления, которые мы в 2016 году, я считаю, что это умышленные нарушения правил дорожного движения, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения. И мы в 2016 году будем непосредственно обращать внимание на эти нарушения, грубые. Ну вот вы сказали, что первая причина – это превышение скоростного режима. У нас на дорогах много стоит камер фиксации скоростного режима. Я знаю, что много фиксируется этих нарушений. Как вы сами оцениваете, работа по установке этих камер, она дает свой эффект? Это необходимо делать или необходимо еще увеличивать количество этих камер? То есть как вы сами чувствуете результат? Да. На территории области 36 стационарных датчиков фиксации скоростного режима. Они будут увеличены в этом году еще плюс 7. Но эти датчики будут устанавливаться на тех очаговых местах, где совершались дорожного транспортного происшествия из-за превышения скоростных режимов. Сотрудники госавтоинспекции также работают по контролю за скоростным режимом. Сейчас мы уже переходим на такой принцип работы, как работа и выявление водителей, которые превышают скоростного режима, в движении. Гласно-негласно контролю за скоростным режимом. Водители проезжают от датчик, стационарный датчик контроля скорости, снова же увеличивают скорость движения и снова же движутся с превышением скоростного режима. То есть они уже знают, где установлены, заранее скорость снижают, потом возвращаются на тот режим. И я хочу сказать, что там, где установлены датчики контроля скорости, там были очаговые места, сейчас они просто-напросто исключены. Подскажите, пожалуйста, какой максимальный рекорд скорости был зафиксирован в Гомеле или на территории Гомельской области? Самый максимальный, это был в Рогачевском районе, водитель превысил скорость, двигался со скоростью 192 километра, а ограничение было 60 километров в час. На машине Ауди. То есть превысил скорость на 160 километров, 132 километра. А в городе Гомеле, на улице Ильича, тоже на автомобиле Ауди двигался со скоростью 186 километров, где ограничение скорости 160 километров в час. Ну и таких фактов предостаточно, где просто-напросто водители игнорируют и себя ведут агрессивно. Мы с такими водителями боремся и, конечно же, не хотелось бы, чтобы такие водители с таким агрессивным вождением управляли транспортным средством. Но это касается только молодых людей, которым хочется быстро проехать, показать свою какую-то удаль? Или это может быть случай девушки, когда так нарушают серьезно скоростной режим? Мы анализируем по возрасту. Можно сказать, что до 27 лет водители агрессивно себя ведут на дороге. Ну и есть девушки, которые нарушают правила дорожного движения. Я могу привести пример. Буквально молодая девушка с водительским стажем 5 лет, а уже нарушила правила дорожного движения больше 70 раз. И из них 60% это все превышение скоростных режимов. И она распрощала своим водительским устроением. А вы анализировали, может быть, это следствие слабой подготовленности ее как водителя? Или она нарушала осознанно, понимая, что это плохо так делать? Я лично с ней вел беседу и привлекал к административной ответственности. На вопрос, почему очень много раз нарушаете правила дорожного движения, она мне сказала, что я очень много езжу по дорогам республики. Ясно. Вопреки общепринятому мнению о том, что в ДТП всегда виноват водитель, цифры говорят о другом. Почти половина происшествий с участием пешеходов происходит именно по вине пеших участников дорожного движения. О том, как этого избежать, наш сюжет. ДТП Синкронно работающий со светофорами обычными. Правда, сами пешеходы нововведения пока еще не оценили. И на огоньки под ногами внимание обращают нечасто. Хотя, возможно, это временное явление. Ко всему новому нужно привыкнуть. Реализован первый инновационный пешеходный переход с тактильной светодиодной подсветкой. Целью данного регулированного пешеходного перехода Это дополнительное информирование пеших участников дорожного движения о предупреждающих сигналах светофора, либо разрешающих сигналах светофора. То есть данная светодиодная подсветка дублирует сигналы светофора красный и зеленый. Назвать гомельских пешеходов очень уж дисциплинированными пока тяжело. Сейчас с их участием, хотя и не всегда по их вине, случается более трети ДТП. Кстати, сотрудники ГАИ уверены, эту цифру можно было бы значительно снизить, если бы все пешеходы соблюдали элементарные правила дорожного движения. Этот участок дороги около гомельского автовокзала хорошо известен сотрудникам дорожно-патрульной службы. Даже при наличии человека в форме, многие пешеходы переходят проезжую часть в необозначенных местах. Судя по этим съемкам, нарушителей можно было бы штрафовать буквально через каждые 4-5 минут. Еще одна проблема — использование светоотражающих элементов. Мгновенно появляющийся на проезжей части пешеход из темноты это пока еще действительно бич наших дорог. Не в последнюю очередь по вине таких людей совершается страшное ДТП и часто буквально ломаются человеческие судьбы. Для некоторых водителей это становится таким шоком, что они даже пытаются скрыться. Впрочем, действием таких нарушителей оценку даст суд, а вот уйти от ответственности, по крайней мере в прошлом году, не получилось ни у кого. Культура на дорогах Гомельской области в некоторых случаях пока оставляет желать лучшего. За 2015 год произошло 32 случая по Гомельской области, из которых автомобили, совершившие ДТП, водители автомобилей с места ДТП скрывались. Из них 9 случаев со смертельным исходом. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник управления ГАИ УВД Гомельского областполкома Игорь Макушенко. Напомню, что вы можете звонить нам в студию по телефону 77 68 45 и задавать свои вопросы. Вопрос у нас есть. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Меня зовут Юрий Викторович. Добрый день. У меня вопрос повторяется с прошлого года. Товарищ полковник в прошлом году помог с этим вопросом. Значит, вопрос. По Сверидово от Макайонка до Чечерска установили знак, заключающий стоянку в ночное время года, дня. Я понимаю и поддерживаю то, что ночью надо чистить от снега проезжую часть. Но снега нет уже месяц. Понятно. Спасибо за вопрос. Может быть, другие причины были для того, чтобы поставить... На зимний период мы внесли предложение. Это уже последние три года устанавливаются дорожные знаки. Стоянка остановка запрещена. Именно на зимний период. То, что в феврале месяце не было снега, но прогноз погоды, говорят, может и в марте быть. Тем не менее, на весенний период, весенние, летние, осенние, эти дорожные знаки будут сняты. И там, возможно, парковка транспортных средств. Ну, то есть, это зависит от того, какая будет погода, правильно? Совершенно верно. И как только, так сразу будет принято решение. Игорь Александрович, вернемся к теме, которую затронули в сюжете. Вот эти новации, которые вы реализовали по улице Кирова, они насколько себя оправдали, насколько они дали положительный или отрицательный эффект? Вот как вы оцениваете? Я хочу сказать, что благодаря органам власти, которые выделили финансирование, и это улица Кирова, она была в проекте где-то лет 15 назад, расширение ее. Ну, вот только реализовали. Анализ показывает по дорожно-транспортным происшествиям. Если взять период 2015 года, ну, сентябрь, декабрь месяц, дорожно-транспортные происшествия, в 2014 году их было более 40 дорожно-транспортных. И 15-й год, сентябрь, декабрь, то всего лишь 11 происшествий. Учетных дорожно-транспортных, там, где пострадали люди в дорожно-транспортных, у нас только два зарегистрировано, когда уже реконструкция произошла. А остальные, это дорожно-транспортные, где получают механические повреждения. И самое главное, на улице Кирова за весь период после реконструкции не было совершено ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием, либо по вине пешеходов. Это самое главное, потому что на улице Кирова так организовано дорожное движение, что пешеходы, пешеходные потоки были направлены именно на регулируемые пешеходные переходы. И то, что пешеходы, как вы говорили, недовольствие свое высказывали, это в первую очередь безопасность самих пешеходов. Мы сделали так, чтобы переходы проезжих частей были безопасны. Я слушал и сторону пешеходов, и сторону водителей, и сам как водитель могу сказать, что организация дорожного движения на улице Кирова сделана достойно и безопасно. Это, в первую очередь, пропускная способность, это экология, то есть нет тормоза, газ, это и движение по кольцевым пересечениям. Но имелись такие вопросы, задавали водители, что как же все-таки двигаться по кольцам. Везде установлены перед кольцевым пересечением дорожные знаки. И там указано движение, как необходимо двигаться по этим кольцевым развязкам. Я думаю, это больше дело привычки. Совершенно верно. И мы уже в этом году в планы своих по приему практического экзамена у нас в автоинспекции водителей молодых внесли свои планы, чтобы принимать практический экзамен именно на улице Кирова. Потому что у нас водители, курсанты, готовящиеся в автошколах, учат, наверное, только на светофорные пересечения проезжих частей. А здесь мы вот такое внесли предложение. То есть вы выбрали самый сложный участок уличного движения в Гомеле, правильно? Ну, он не самый сложный. Улица Кирова она не загружена. Вот даже ехав на прямую линию к вам, мы ехали по улице Кирова, никаких вопросов нет. То есть пробок таких нет, как ранее было. Спасибо. У нас очередной телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вот у меня такая ситуация и вопрос. То есть я был лишен водительского дистриста на три года. То есть когда меня лишали, я уже утерял свое водительское удостоверение на тот момент. То есть меня уже остановили сотрудники ГАИ. И то есть меня уже лишили водительского дистриста на три года. То есть заявление об утере водительского дистриста я не написал по своей глупости. Сейчас я в республике не был два с половиной года. И сейчас мне уже подходит срок по истечению водительского дистриста. Я услышал такую информацию, что если заявление не написано, значит я буду лишен еще на три года. Уже три года прошло, и я еще раз буду лишен на три года. Вопрос понятен, но так ли? Это неверная информация. Срок лишения права управления транспортным средством исчисляется с момента сдачи водительского устроения в подразделении госавтоинспекции. То есть водительское устроение не было сдано, но, как гражданин говорил, оно было утеряно. Он обращается в органы внутренних дел по утере, проводится проверка, и с этого момента идет срок лишения права управления. То есть давайте уточним, молодому человеку сейчас надо сделать что? Куда прийти? Обратиться в органы внутренних дел по месту жительства о том, что он утерял водительского устроения. То есть написать соответствующее заявление? Либо в госавтоинспекцию. В госавтоинспекцию куда обращаться, к кому? Федюнинска 9, город Гомель, либо любое территориальное подразделение, межрайонное регистрационное подразделение ГАИ области. У нас их 5. Понятно, спасибо. Игорь Александрович, второй причиной того, что происходит много дорожно-транспортных происшествий, вы называли пьянство за рулем. Вот насколько это бич для нашей территории, для наших людей? То есть много ли еще остается желающих, выпив, сесть за руль? Достаточно, я хочу сказать достаточно. Потому что только за 2015 год было задержано сотрудниками госавтоинспекции на нашей территории более 4,5 тысяч водителей. Из них за повторность, это управление транспортным средством, повторно в течение года после задержания было 316 фактов. Даже за полтора месяца, с начала 2016 года, уже задержано 465 водителей. И сравнить с другими областями, в Минской области 543, у нас 465. Конечно же, у нас область вторая в республике и по населению, и по территории, и по зарегистрированным транспортным средствам. Но это очень огромная цифра. А вот из этого количества, сколько гамильчан, а сколько, например, приезжих гостей города области? В гамильчан где-то 40%, остальные это, будем говорить, это из наших стран СНГ, ну и из других областей. А каким образом воздействует на водителя, на сознание людей, чтобы они... Вот какие надо еще предпринять меры для того, чтобы люди все-таки осознали, что нельзя садиться пьяным за руль. Потому что ты не только рискуешь своей жизнью, но ты можешь отнять жизни невинных людей. Вот как достучаться до людей? Разные способы, которые мы и делаем, и осуществляем вместе с средствами массы информации. Это профилактика, это показывать дальнейшее, что после того, как садятся... Я считаю, что это умышленное преступление, когда повторно садится за руль в нетренном состоянии, он умышленно совершает преступление. Да, он понимает, он осознает, что он делает. И то, что конфискация, в соответствии с статьей 61 Главного кодекса, поделит конфискация транспортных средств. Ну, если анализировать вот этих водителей, которые повторно садились за руль и задержаны, то это граждане, ведущие антиобщественный образ жизни. Да, либо что-то в семье случилось, либо на работе, ну, и человек просто-напросто, как говорят, у нас заливает горькой, но при этом еще и садится за руль. Да, но вот в последнее время обсуждается этот вопрос. Насколько знаю, планируется, может быть, внесение каких-то изменений в законодательство. Ваша точка зрения, стоит ли ужесточать ответственность за вождение в пьяном виде? Может быть, сразу, с первой попытки конфисковывать автомобиль или это излишняя мера? То есть, какая Ваша точка зрения? Ну, это чисто мое мнение, лишение права управления на пожизненное, но в исключительных случаях по ходатайству срок лишения на максимальный сокращать. Ну, например, 5-6 лет проходит и смотреть на бывшего водителя, если он не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, тогда ему возвратить то водительское устранение. Ну, а если он себя вел и нарушал правила дорожного движения, ну, тогда, конечно же, не возвращать ему. Это мое мнение. Здесь надо, наверное, немножко разделять. Одно дело, когда человек, например, вчера выпил, там, сегодня он с остаточным едет, да? А другое дело, когда человек вот выпил и сразу сел за руль. Немножко, как бы, разные ситуации, да? Ну, я с вами не согласен. Остаточный и выпил. Есть у нас норма. 0,3 промилле. За которым, ну, просто нельзя садиться. Это нарушение. Ну, а если у человека, например, нет алкотестера, он считает по себе, что он, вроде как, протрезвел, садится, а там 0,4-0,5. То есть, это же, как это определить самому? Необходимо не употреблять перед тем, как начать управлять транспортное средство. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Значит, вот по ликвидации пешеходных переходов, это же не только по Кирову проводилась такая работа. Вот, как вы замечаете, меньше стало поступать жалоб от жителей областного центра? Больше? Или жалобы стали носить какой-то иной характер вот по прошествии определенного времени? Мы только в 2015 году сократили 18 пешеходных переходов. Но мы заменили эти 18 пешеходных переходов, соединили. Если было на одном километре их три, мы сделали один пешеходный переход, и мы сделали его регулированным, цветофорным объектом. Мы обезопасили пешеходов. Мы и дальше пойдем, но разумно необходимо сначала оценить обстановку, и потом только обустроить, либо убирать пешеходный переход. То, что там агулом мы пойдем все пешеходные переходы и удалять проезжих частей, ну, конечно же, нет. Этот вопрос мы принимаем коллегиально, советуюсь, и с органами власти, потому что к ним часть заявлений поступает от граждан. Часть к нам. Такого, чтобы граждане указывали, и рост был жалоб именно на вопросы по пешеходным переходам, нерегулированным, такого нет. Мы статистику отслеживаем и смотрим, что чем меньше будет нерегулированных пешеходных переходов, тем будет меньше пешеходный травматизм. Ну, понятно, что вы идете к тому, чтобы как можно больше пешеходных переходов было регулированным, да? Но в тех местах, где это невозможно сделать по тем или иным причинам, вот вы начали полгода назад ставить зигзагообразное или зеобразное ограждение при выходе на проезжую часть, ну, в частности, по улице Победы, да? То есть, насколько эта мера эффективна на данном этапе? То есть, прошло пять месяцев с момента установления, есть какие-то результаты, может, какие-то первые анализы вы проводили? Да, мы в том году пилотный проект внесли предложение в горосполком, он нас поддержал, мы сделали анализ. Мы по полугоду, ну, за шесть месяцев будем делать, но на сегодняшний день аварийность на этом нерегулированном пешеходном переходе нет. Там мы установили именно на проспекте Победы, потому что там колонны очень большие, высокие. Закрывает обзор? Водителям, да. При движении водителям просто-напросто, он не может даже физически заметить пешехода, которые будут переходить проезжую часть. Особенно, если выбегает пешеход. Совершенно верно. Это и несовершеннолетние, там вблизи есть и учебное заведение. Понятно. Игорь Александрович, в 2016 году Гомельская госавтоинспекция отметит юбилей, свое 80-летие. Мы, во-первых, желаем вам, чтобы все ваши планы в плане безопасного дорожного движения были реализованы. Может быть, у вас есть какие-то пожелания нашим телезрителям? Конечно же, я хочу всем телезрителям, всем участникам дорожного движения Гомельской области пожелать, в первую очередь, безопасных дорог. Кроме этого, чтобы всегда был зеленый свет. Ну, а в частности, то, что наши дороги в Гомельщине, они безопасны только при одном, если на них неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ну, я бы еще добавил, что безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения. Здесь и водители должны аккуратно водить свой автомобиль, и пешеходы должны внимательно, при переходе дорожной проезжей части, должны внимательно смотреть по сторонам, не спешить, не рисковать своей жизнью. Так ведь? Спасибо большое. Это был диалог с начальником управления ГАИ УВД Гомельского областного полкома Игорем Макушенко. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин